Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы опять с Владимиром Родионовым готовы к диалогу с вами. И сегодня мы продолжим тему, которую когда-то мы уже начинали. Тема, связанная с нынче модным термином обесценивания. Вы также можете присоединяться к нашему разговору по телефону прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Если вы слушаете нас за рубежом, код плюс 3-7-1, напишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Отчего я к этой теме опять вернулся? Во-первых, это слово опять звучит везде. Оно звучит в жалобах людей на своих близких, коллег, или даже не очень близких, что меня обесценивают. В взаимных упрёках ты меня обесценивал. Оно звучит в психологических статьях. И где только оно не звучит. Ну, раньше ведь чаще говорили, ты меня не ценишь. Не ценишь – это другое. То есть почувствуете разницу? Нет, не ценишь – это когда я, на мой взгляд, заслуживаю более уважительного обращения или больших разнообразных бонусов и плюшек, а ты мне всё этого не даёшь. А обесценивание – ты предпринимаешь некие действия, которые мою ценность понижают. В твоих глазах, в обществе, или даже в моих собственных глазах. Ну, наверное, есть, мы говорим, обесценивание. Раз человека можно обесценить, значит, мы оперируем понятием цена или ценность. То есть человеку, его жизни, фактом, или он сам, или мы присваиваем некую цену. Хотя, говорят, человеческая жизнь бесценна, но, оказывается, не так уж просто на самом деле. Цена вспоминается, по-моему, в нацистских концлагерях, где ничто не пропадало зря, ни золотые зубные протезы, ни человеческий жир, ни кожа. Там тоже выяснилось, что люди имеют свою цену, причём очень такую практическую цену, очень страшную цену. Но мы живём не в такие мрачные времена пока что, поэтому мы можем говорить о других вещах. Так вот, вообще интересный вопрос, когда человек начинает осознавать, что у него есть некая цена. То есть есть некий предел, скажем, цены. Потому что, помните, в Карлсоне любит ли мама малыша больше, чем 100 миллионов и так далее и тому подобное. И там вот звучали некие такие большие цифры, и она говорила больше, конечно. Да, но при этом эта фраза была из уст малыша, для которого вообще деньги, как для ребёнка, очень условное понятие. А уж тему какие-то загадочные 100 миллионов – это просто такая цифра, которая… Олицетворяет бесконечно. Впечатляет, да. Но в общем-то мы в какой-то момент начинаем, наверное, осознавать или чувствовать, цены мы для окружающих или нет. А вот цену, которую мы определяем себе в собственных глазах, тут мы уходим в вопрос самооценки, тут мы уходим… Интересный вопрос. Если меня можно обесценить, во-первых, насколько ценным я себя считаю, и во-вторых, насколько адекватно моё представление о собственной ценности. Здесь ведь всё-таки объективное, субъективное, рациональное и рациональное всё вместе сплетается, потому что ведь человека нельзя оценить, вот непосредственно, как вы уже привели, вот этот страшный пример из концлагерей, сколько в нём мяса, сколько в нём костей, сколько в нём жира, сколько в нём зубов и так далее и тому подобное. То есть всё гораздо тоньше, то есть есть элемент, для кого-то мы, безусловно, цены больше, чем для кого-то другого. Те люди, которые нас любят, они и ценят нас больше, соответственно, то есть в их глазах мы совсем по-другому стоим. Есть наша ценность на рынке труда. Это же какой-то специалист. Да, есть наша ценность в глазах наших близких. Есть наша ценность в глазах людей, которые похищают кого-то на органы или ещё что-то, какие-нибудь страшные истории. Это очень разные ценности. Самые банальные примеры, которые приводят насчёт обесценивания, это, конечно, всегда имеет отношение к семье и к близким. И, естественно, любимый всех пример из детства. Получил десятку по литературе, был бы страст, и не получил. Вот по математике, что у тебя, там, получаешь такие отметки. А вот у друзей ребёнок на Олимпиады ходит. Ещё много-много всего. Как в фильме «Брат-2», помните? Раньше жили люди, а тебя даже... Ну, ладно, не буду в эфире прыгать. Речь идёт о том, что все люди как люди, а ты такой. Да. И тут у нас возникает очень интересный вопрос. Почему одни люди пытаются ценность других повысить, а другие её занижают? А нет ли здесь, как мне кажется, такого элемента, что человек, который не, может быть, испытывает какие-то проблемы с собственной самооценкой, он как раз пытается занизить ценность другого, того, кто рядом. Пытается каким-то образом его принизить в глазах и своих, и окружающих. Вот мы здесь выходим на интересную тему. Потому что обычно, когда кому-то говорят, ты меня обесцениваешь, он за это обесценивает, мы имеем в виду, что ты агрессор. Ты на меня нападаешь, ты хочешь меня принизить. Но на самом-то деле обесценивание – это хорошо известный механизм психологической защиты. Это защитный механизм. То есть, когда человек стремится кого-то обесценить, если он ставит такую задачу, осознанно или не очень осознанно, на самом же деле он в этот момент думает и говорит о собственной ценности. Когда мы пытаемся кого-то принизить, мы в любом случае пытаемся оказаться выше его. То есть, это история про нас, а не про них? Разумеется. Все истории, так же, как история о чьих-то фантазиях, чьи-то фантазии нам всегда говорят куда больше о фантазирующем, нежели об объекте фантазий. Здесь та же самая история. Когда кто-то кого-то обесценивает, нам куда больше говорит о нём, чем о том, кого он обесценивает. Здесь ведь есть ещё, опять же, интересный нюанс, на который я обратил внимание в общении с некоторыми моими знакомыми, которые говорят, например, ну, я сейчас просто попытаюсь построить это предложение. Это хороший парень, но... И дальше за но следует, в общем-то, всё то, что он хочет о нём на самом деле сказать. Вот это но ведь является неким таким элементом обесценивания очень часто. Вроде человек хочет сохранить лицо, он говорит, но он хороший, но... Мне кажется, мы здесь вступаем на скользкую почву, потому что иногда, возможно, это не обесценивание, а речь идёт о более-менее объективной попытке оценить. Ну, например, этот парень хороший специалист, но не очень пунктуальный. Этот парень хороший специалист, но забывчивый. Но ведь всё, что после но запоминается, лучше. Ну... В этом есть такой коварный приём. Я думаю, всё опять вопрос, для чего мы это делаем. Для чего мы это говорим? И кому мы это говорим? Кстати, в иудаизме есть такое понятие «лашон ара» – злой язык, злоязычие. И считается, что говорить людям или о людях плохое – это очень предусудительная вещь. И иногда, даже если то, что ты говоришь, правда, лучше удержаться и не сказать это. Но здесь мы вступаем ещё на одну тонкую дорожку – тонкую дорожку политкорректности. От политкорректности – это одно. А ощущение, если хочешь сказать, что человеке плохое – зачем ты это собираешься сказать? Какова цель? Об этом всё стоит хорошо подумать, мне кажется. Ты хочешь принести в глазах окружающих, ты хочешь посплетничать, ты хочешь хорошо выглядеть на его фоне. Ты его очень не любишь, хочешь навредить его репутации. Или ты хочешь кого-то предостеречь, потому что человек, как деловой партнёр, или как человек для отношений твоих близких представляет собой некую угрозу. Я думаю, что вариантов тьма и тьма. Но всё равно, если, допустим, я хочу сказать что-то о человеке, что я думаю об этом человеке. Ну, например, я считаю, что он хороший человек, но плохой журналист. Ну, это моё мнение. То есть я таким образом обесцениваю его, если я просто высказываю своё мнение по поводу конкретного специалиста. Я думаю, что нет просто высказывания мнения. Я думаю, что есть мнение, высказанное в какой-то ситуации, кому-то и зачем-то. А если меня спросят? То есть в данном случае лучше сохранить некий нейтралитет и сказать, да, нормальный парень, нормальный журналист. Знаешь, есть известная история, когда Василий Аксёнов в Америке опубликовал свой роман. Его отдали на отзыв Йосифу Бродскому. И Бродский написал совершенно разрушительную рецензию. И Аксёнов ему написал, ну, ты понимаешь, что со мной делаешь? Ты здесь уже принят, известен и так далее. Только пытаюсь здесь найти своё место. Понимаешь, что ты делаешь, вот так говоря, в моём романе. И Бродский сказал, ну, я же делаю для тебя. Я же хочу, чтобы ты всё-таки был достойным писателем, чтобы ты выступил с достойной вещью. Вот иди, знай, это обесценивание или это попытка Бродского быть честным или ещё что-то. Таких примеров много. Ну, на самом деле, где-то грань, где мы её переступаем, когда мы говорим о людях что-то, что, может быть, не совсем может понравиться тому человеку, о котором мы говорим. Это как с критикой, например. Конструктивная и неконструктивная. И конструктивная обижает ведь очень многих. Потому что найти объективное трудно. Я думаю, найти есть, конечно, вещи очевидные, где ты человека принижаешь без всякой на то необходимости. Но опять мне кажется, грань проще всего определить самому человеку, высказывающему критику, если он будет честен по отношению к себе. Если человека спросить, вот ты своему ребёнку говоришь, что то, что ты делаешь так себе, вот сын наших друзей, вот он молодец. Ты зачем это делаешь? Он тебе скажет, что я хочу дать ему пример. Я хочу, чтобы он тянулся за этим примером. И, скорее всего, ему придётся объяснить, что таким образом никого не стрелять тянуться. Что, может, кто-то и потянется, а большая часть людей почувствуют себя униженными и лишатся какой-то мотивации что-то делать. То есть, если хочешь человека мотивировать ребёнка, например, чего-то добиваться, это явно делать с ним путём сравнения с кем-то не в его пользу. То есть, в этом есть уже элемент унижения? Есть. Другой стране, другой крайность. Не нужна другая крайность, как мне кажется. Не надо ребёнка хвалить и гладить по голове по любому поводу, потому что тогда обесценивается похвала. Похвала, высказывая по любому поводу, ещё и не искренне, это как деньги, их инфляция, она перестаёт чего-то стоить. И как превращается какой-то, я не знаю, рубль в 100 тысяч рублей и купюра, вот так же похвала полностью обесценивается при таком применении. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефон на прямого эфира. Звоните нам, говорим мы сегодня об обесценивании. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Но где обесценивание применимо в корыстных целях? То есть, это политика, это бизнес-отношения. Там, где есть любая конкуренция, там, где есть любое соперничество. Нет, наверное, есть люди, которые обесценивают просто из любви к искусству. И к себе. Да, то есть, люди каким-то образом пытаются залечить раны собственной самооценки путём отплясывания на самооценки других людей. Я думаю, что, конечно, обесценивание – это хороший манипулятивный приём. Для того, чтобы подсидеть коллегу в глазах начальства, для того, чтобы начальству объяснить подчинённому, что он не может претендовать на какие повышения и так далее, для того, чтобы скомпрометировать соперника в глазах тех, которые тебе нравятся, и ещё много-много. Ну, политика – это саму богу. Ценит легко, учитывая, что… Ну, вот вы как раз привели пример, что легко скомпрометировать в глазах начальства. То есть, это легко подать? Ну, вот опять мы же говорим, есть фактор, что такое глаза начальства. Насколько человек… Мы учитываем субъективную особенность. Да, с кучей в глазах которого ты пытаешься скомпрометировать, доверчив, насколько он веряет своему мнению, насколько он проверяет поданному информацию и так далее. Я думаю, что на самом деле обесценивание бывает и, так сказать, патологическое, можно злонамеренное. Можно сказать, что есть вполне себе нормальное обесценивание. Ну, допустим, мы когда-то дружили с человеком или были влюблены в кого-то. Какой-то мы вдруг понимаем, что это прошло, что мы были юны, неопытны, что что-то нам застилало глаза, что мы любили совершенно недостойного человека. Какой-то мы понимаем, что эти чувства уже прошли, и этот человек нам совершенно недорог, не ценен. Это тоже обесценивание. То есть, это естественное такое стечение? Да, я думаю, это естественно. Я думаю, какие-то моменты, которыми человек дорожил в своей жизни, и вдруг пересмотрел их и понял, что это уже не актуально. Есть такая фраза «И я сжёг всё то, чему поклонялся, и поклонился всему тому, что сжигал». Есть какие-то вещи, которые безвозвратно уходят в прошлое, и ценности уходят в прошлое. Потому что времена поменялись, мы поменялись, ещё по какой бы то ни было причине. Но наверняка, Вадим, вы знаете какие-нибудь книжки, которые вы читали в детстве, а перечитав их взрослым, поняли, что лучше бы не перечитывали, сохранили бы какую-то иллюзию. Да, есть книжки, которые не стоит перечитывать, как мне кажется, и фильмы, которые не стоит пересматривать. Да. Их надо оставить там в детстве своими детскими эмоциями. Мы этого не знаем, мы хотим всё это испытать заново. Поэтому есть совершенно нормальное обесценивание. Что такое обесценивание как защита? У нас есть время до рекламной паузы? Нет. Сейчас мы как раз сделаем небольшой перерыв, реклама, а потом вернёмся и продолжим. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Рейф Резник Мартов. Меня зовут Вадим Родионов и звукорежиссёр Родион Золотарёв. Говорим мы сегодня об обесценивании. Звоните и вы. Телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Как я уже говорил, обесценивание всё-таки в первую очередь защитный механизм. Кого мы можем обесценивать? Во-первых, можем обесценивать других людей, кого угодно. Во-вторых, естественно, можем обесценивать сами себя. То есть люди с заниженной самооценкой – это такой самовозобновляющийся процесс. То есть заниженная самооценка – уже результат некого обесценивания. А с другой стороны, сама по себе заниженная самооценка даёт нам основания ещё больше занижать свои достижения, не воспринимать всерьёз свои таланты и возможности и так далее. То есть когда человек говорит «да кому я нужен?», собственно, в этом и заключается элемент обесценивания. Кто-то иронично это говорит, а кто-то на самом деле вполне серьёзно, я знаю таких людей. А кто-то говорит с надеждой, что его переубедят. Когда я говорю «да кому я нужен?», мне очень хочется, когда кто-то сказал «нет». «ты мне важен», «ты мне нужен», «тебя любят», «ты дорог» и так далее. То есть получается, что это в какой-то степени защита от обесценивания, этот вопрос? Точнее, это утверждение? Он может быть защитным. Я, кстати, часто вспоминаю историю перестроечных временов. Вспомните, была такая передача «До и после полуночи». Молчанов. Молчанов, да. Такой высокий, достоинный джентльмен. К нему как-то на передачу приходила старушка, русская мигрантка, которая стала большой фигурой в мире йоги. Она, по-моему, успела сбежать после революции, увлеклась йогой и дожила до глубокой старости. Она хотела продемонстрировать Молчанову, как действует слово осуждение, слово поддержки. Она сказала ему «поднимите руку». Вот так вот. И сказала «Володя такой хороший, все его любят. Он хороший профессионал, он верный друг, он верный муж. Он такой хороший». Она повисла у него на руке, аж поджав ножки, и руку его пригнуть не сумел, потому что она была маленькая и худенькая. Но он сказал «поднимите руку еще». Сказал «Володя плохой, Володя жулик, он жулиничает в карты, он ворует деньги, он бьет жену». И опять на руке легко пригнул ее вниз. Молчанов стоял совершенно ошеломленный, потому что он этого не ожидал. Вот вопрос, мне кажется, демонстрация, каким образом обесценивание, как манипуляция может сработать. То есть психология, которая влияет и на физическое. Конечно. Та же психосоматика. То, что подрывает нашу уверенность в себе, подрывает нашу силу во всех смыслах этого слова. И вопрос, кто насколько устойчив против обесценивания, это как кому, наверное, повезло. А травля, получается, она тоже в себе содержит эти элементы? То есть когда человек подвергается травле, например, в социальных сетях или в прессе, если мы говорим о публичных персонах, когда о нем говорят, что он не очень хороший. Я думаю, травля – это и процесс, и результат обесценивания. Когда мы человек сначала обесцениваем, он становится жертвой и смиряется с тем, что он жертва. Это уже и процесс, и результат обесценивания. То есть жертва – это как раз результат обесценивания. Да, конечно. То есть если мы назначаем себя жертвой, или чувствуем себя жертвой, мы уже обесцениваемся. То есть он смирился с ролью жертвы, он уже утратил ценность. Ну, это как пример в рабовладельческих государствах древности. Ты мог быть достойным человеком, но как только тебя обратили в рабство, взяли в плен на войне или продались долги, ты перестал быть человеком. Ты стал предметом, и ценность твоя теперь как инструмент. И человек сам это принимает? Да, человек с этим смиряется. И человек даже с хорошей самооценкой, насколько легко его сломать с помощью обесценивания, сделать и подорвать его веру в себя? Об этом мы не можем судить в отрыве от конкретно взятого человека. То есть это всё индивидуально? Есть люди, которые легко сломать. Обычные люди, которые легко сломать, уже где-то надломлены. Потому что где-то есть какой-то изъян, где-то когда-то в его отношении к себе заложили такую мину. Но есть такая массовая потребность, массовый соблазн обесценивать кого-то. Если мы говорим о политиках, опять же, которые играют с чувствами больших масс, они, в общем, тоже пытаются указать, где враг, где друг. Ну, скорее, где враг чаще. И это тоже обесценивает в какой-то степени. Давайте возьмём историю... Да, простите. Звонок? Да, звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Константин. Да, Константин. У меня вопрос такой. Гость, а есть ли человек, мне сказали, бабушка и дедушка, внучек, если ты хочешь видеть весь мир и познать, кто есть кто, стань инкогнито. И я наполовину есть. И вот тебя так оставил. Неизвестный роман. Мы же все оценим. Автор неизвестен. О нас никто не повторит его. Потому что он инкогнито. Он есть. А вы вот, да, вот он отрицает кто-то. Спасибо. Не совсем понял вопрос. Я не очень понял вопрос. Честно говоря, кто инкогнито. Вы меня простите, Константин, но я вас не понял. Мне трудно отвечать на этот вопрос. Да. Звоните нам. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Программа «Диагноз недели». Ариэль Кризник-Мартов работает. Мне кажется, хороший пример этого пиршества обесценивания, да простится мне, история с Гретой Тунберг. Это девочка, которая вышла на трибуну ООН, шведская школьница, которая заявила о проблемах. Сначала вышла Гретой Тунберг и обесценила всё старшее поколение, сказала, что вы украли моё детство, как вам не стыдно, как вы смеете. То есть, в общем-то, очень манипулятивная лексика, на мой взгляд. Потом появились люди, кто начали писать, что Грета Тунберг, да это психически больная девочка, да вы о чем вы её слушаете, кто она такая? И обесценили Грету Тунберг. Потом на тех, кто обесценили Грету Тунберг, напали комментаторы и сказали, да вы мерзавцы, у девочки чистые намерения, а вы все злобные старики, которые боятся потерять своё место. И обесценили их. И ответили им, что вы глупые экотеррористы и так далее. И все переругались как-то. Да, и в общем-то, это пример дискуссии современных в социальных сетях, где все заняты обесцениванием друг друга. То есть, слушать трезвое мнение достаточно сложно, на мой взгляд. И в общем-то, опять, каждый раз пытаемся кого-то изо всех сил очернить, принизить и так далее, задать себе вопрос, а я зачем этим занимаюсь? Ну, это ведь может доставлять удовольствие, я могу предположить. То есть, человек, когда пытается очернить других, я знаю таких людей, которые, в общем-то, живут в этом состоянии, они постоянно говорят плохо о других. И при этом они говорят плохо тебе о других, допустим, и ты понимаешь, что они говорят о тебе то же самое другим людям, соответственно. Им это нравится. Я вижу, что у них просто горят глаза, когда они просто рассказывают какие-то гадости про другого человека. Но мы же понимаем, что человек, который горят глаза от принижения другого человека, таким образом лечит себя, лечит свои душевные раны. А лечит ли? Ну, пытается, ему так приятнее. Вот в тот момент, когда ощущает себя правым, сильным, защищающим доброе и правильное дело и бичующим порог, в этом момент ему хорошо. Он, безусловно, положительный герой. И здесь понятно, что обесценивание является защитным механизмом. Куда более интересно, что защитным механизмом может быть и обесценивание самого себя. То есть, человек, говорящий о себе, что я ничто, что я не заслуживаю любви, ну, я буду очень утрировать, но то, что, поверьте мне, я много раз слышал у себя в кабинете, то некоторые говорят, а кто я, что я, у меня ничего нет, я ничего не стою. Человек защищает себя от неких попыток чего-то достичь от получения вызова в этой жизни, потому что если я никто и ничто не начал претендовать, я не испытаю горечи поражения. А тебя никто ничего не ждет. Да, я и сам себя ничего не жду, поэтому я не испытаю горечи поражения. Звонок у нас еще, да. Здравствуйте. Утесняю немножко. Смотрите, солнце исполнится. Мы вас очень плохо слышим, да, Константин. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, телефон на прямом эфире. Пишите, кстати, в WhatsApp, Константин, вы тоже можете написать, видимо, там что-то со связью. 2-3-0-6-1-9-1, можно отправлять сообщения, мы зачитаем их в эфире. Какие практические аспекты понятия обесценивают для нас в нашей жизни? Ну, естественно, обе роли достаточно незавидны. Как не обесценивать самому и как защищаться от того, чтобы быть обесцененным кем-то. Ну, как не обесценивать само, мне кажется, даже как-то понятней. Я всё-таки уверен, что в подавляющем большинстве случаев высказывать о ком-то своё мнение надо только так, когда его мнение кто-то спросил. Здесь ведь есть соблазны, если человек нам не очень нравится, и иногда так и хочется сказать что-то о нём, то он не очень нравится, мягко скажем. И, соответственно, нужно предпринимать определённые усилия, чтобы этого не делать. Да не усилие, опять-то, задать себе вопрос. Я для чего хочу это сделать? Чтобы самоутвердиться, возможно. Или как это работает? Смотрите, опять же, когда мы предостерегаем… Потешить себя внутри, видимо. Может и это, но здесь, мне кажется, как бы это сказать? Не любое критическое утверждение о ком-то является обесцениванием. Возможно, мы говорим вполне объективно и определяем человеческую истинную ценность. Не в общем и целом. Ну, не знаю, если с нашим знакомым пытается вступить в деловые отношения кто-то, о ком мы точно знаем, что это непорядочный человек, который уже кого-то подвёл, кинул и так далее, и так далее. Сказать, что у тебя есть такая-то информация – это обесценивание или нет? Вот недавно прочитал пост одной моей знакомой в Фейсбуке, интересное размышление на тему, что есть люди, наверное, у каждого из нас, которым мы гораздо легче прощаем какие-то проступки, может быть, не всегда хорошие отношения. Есть люди, которых мы за один маленький проступок вычёркиваем из своей жизни. Просто это вопрос симпатии и антипатии. Это ведь тоже в какой-то степени относится к нашей теме. То есть кого-то мы готовы терпеть, прощать, и несмотря на то, что он делает, не очень хорошо. В степени да, но я, конечно, думаю, что понятно, что мы готовы терпеть и прощать людей, которых мы любим, людей, которые нам симпатичны, людей, от которых мы чувствуем некую тепло в свой адрель, наши кумиры, которым мы готовы всё простить или сказать, что всё неправда на них клеящих. Или лучше о них просто не знать. Да. Иногда тоже полезно. Сказать человеку за одну мелкую ошибку вычеркнуть из жизни, я в это не очень верю, честно говоря. Но если человек не очень симпатичен, ну где-то вы как-то общаетесь, и потом он делает что-то, и потом от него легко отказываетесь. Ведь есть такое, наверное. Как это было? Последнее пёрышко сломало спину верблюда. Я думаю, что мелочь – это что-то, что добавилось к большому багажу, который уже был. Ещё звонок у нас. Да, здравствуйте. 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 Мне кажется, есть очень хороший пример. Ольга. Да, Ольга. У неё есть хороший пример, как правильно вырабатывать самооценку и как относиться к тому, как тебя оценивают. Но это пример из детства. Вот я, кстати, вспоминала о нём тогда, когда Вадим ввели интервью с Римасом Туминосом. Там вот в части, где он говорил о том, как он терял перчатки. Да, было дело. Да, было такое. Вот я вспомнила этот пример из своего детства. В первом классе мы куда-то шли, а я потеряла свои варежки. И вот моя одноклассница, девочка, у неё была пара, вторая, она мне одолжила. Ну, я потеряла её варежку. Пришла домой, показываю бабушке, говорю, я потеряла варежки. Вот одна осталась, одну я потеряла. Что делать? Бабушка говорит, ну, я тебе дам пару, ты завтра отнесёшь этой девочке. Раз потеряла, значит, надо отдать этой девочке пару. Ну, на следующий день я отнесла эту пару варежек девочке. А когда пришла домой из школы, бабушка говорит, ну, вот теперь, говорит, раз ты потеряла, может быть, девочке эти варежки нравились, они ей дороги, ты должна связать, тебе нужно связать такие же варежки. Я говорю, а я не умею. Она говорит, а я тебя научу, покажу. Вот она подобрала шерсть, показала мне, и вот я ковыряла эти варежки, вязала варежку. Она в то время вязала вторую варежку, показывая мне первую. Ну, я так полагаю, что она обе варежки связала, но одну варежку я всё-таки связала. Потом она мне дала эти варежки, чтобы я отнесла этой девочке. Я отнесла эти варежки, но те варежки, мне бабушка сказала, не брать. Раз ты потеряла, это будет твой подарок этой девочке. Потому что, ну, во-первых, ты виновата перед ней, а во-вторых, она, значит, тебе дала. Она могла тебе и не давать. Таким образом, во-первых, она мне показала, что я могу что-то сделать, вот. А если человек может что-то сделать, то он чего-то стоит. И ещё один урок. Если ты что-то у кого-то взял, отдай вдвойне, чтобы тебе было спокойно и тому человеку было спокойно. Вот я почему-то вспоминала, когда вы ввели это интервью. И это сильно вырабатывает. Спасибо. Ну, бабушка мудрейший человек. Бабушка не унизила, не обозвала раззявой, не сказала, вечно ты и так далее. Бабушка сказала, ты сделала неправильный поступок, совершила. Вот тебе путь, как его исправить. Очень хороший поступок, который и не снижает самооценку ребёнка, и, например, даёт ему ощущение, что я молодец, я исправил то, что сделал. А наказание, особенно если это относится к детям, оно часто содержит в себе элементы обесценивания? Наказание, наказание урознь. Вот бабушка показала пример, как можно не обесценивать. В общем-то, такая трудотерапия получилась в какой-то степени. Я думаю, во-первых, есть наказания, разумеется, унизительные. Физические наказания и тому подобные вещи. То есть, ремнём и так далее. Да, это как-то старые времена, поставить в угол на колени, на горох и тому подобные вещи. Из такого ветхого арсенала. Есть наказания, которые нужны для того, чтобы человек задумался. Не для того, чтобы он почувствовал себя униженным или ещё что-то. Он задумался, что жить и поступать так, как он делает, некомфортно. Надо что-то менять. Ну, я думаю, что все прекрасно понимают разницу между наказанием для того, чтобы показать тебе, что никто, и наказанием для того, чтобы заставить о чём-то задуматься. Так вот, возвращаясь к самооценке. Вот это хороший способ защитить себя от горечи и поражений, занизить свою самооценку настолько, чтобы не давать себе шанса хоть на что-то претендовать. Неважно, на отношения с кем-то, на достижения в чём-то. Если я себе успешно доказываю, что я никто, значит, это был СССР, горечи и поражений не испытать. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Да, Ирина. Я вот так вот хочу с такой стороны посмотреть, может быть, немножко парадоксально на это дело. Наверное, кому-то очень сильно повезло, кто с детства, как вот, например, с такой, ну, действительно мудрой бабушкой, ему повезло вырасти с такой хорошей, крепкой самооценкой и как-то так чувствовать себя в этом мире хорошо, уверенно. и как с правом на существование, да. Но есть ещё такой момент, что те люди, которые прожили и как-то в какой-то, ну, как-то им повезло встретить или правильных людей, там, или пройти, в конце концов, терапию хорошую, качественную, и они из своего, скажем так, бесправия собственного личного, преодолев собственную неценность, всё-таки как-то нашли себя в этом мире. И я в этом вижу огромную ценность в том, что, ну, грубо говоря, придя через эти страдания, они остаются сострадательными, и в них появляется какая-то вот основа, основание для того, чтобы понять других людей, да, что, да, так бывает, да, так может быть, да, человек действительно может чувствовать себя недооцененным, и это огромный ресурс, ну, для помощи другим. Увидеть в другом это, не просто говорить, да, что-то нужно обладать самооценкой, да, 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 вот такой вот связь без самооценки, да. А как раз в этих людях есть ресурс помощи для других. То есть я в этом вижу ещё такой позитивный момент, как в дальнейшем это может использоваться. Спасибо. Спасибо вам, да, вот такое мнение. Это правильное мнение, проработанная травма, но мы, к сожалению, или к счастью, не знаю, мы все вырастаем не в идеальных условиях, не в инкубаторе, не как гомункулусы в колбе, мы вырастаем у наших родителей, которые тоже вырастут, у своих родителей, которые не идеальны. То есть мы все травмированы, по большому счёту. Да, поэтому опыт травмы в той или иной степени, если есть какие-то страшные травмы, это реже есть травмы. Да, и мы с этими травмами живём, и проработка травмы, проживание её и делание из-за каких-то выводов очень помогает, но на это больше-то и зиждется вся терапия, что мы оживляем травмы, прорабатываем их, и прорабатываем их, осознавая, познаём свою подлинную ценность, приобретаем больше доверия к себе и перестаём причинять боль другим людям. Комплексы – это тоже последствия обесценивания? Себя или субъективно, или, может быть, со стороны других, которые в нас вырабатываются? – Комплексы – это туманная тема. Ну да, наверное, если мы в чём-то чувствуем себя ущербными, неполноценными, нам с этим надо как-то справляться. Хотя вот есть же пример этого человека, его зовут, которого нет ни рук, ни ног, который женат, у него есть дети, у него есть какие-то лекции по поводу того, как он живёт и так далее. Это тоже человек – живой пример того, как не психологическая травма, психологическая отнюдь не в первую очередь. – А именно физическая? – Физическая тяжёлая, тяжелейшая травма не помешала человеку выстроить свою жизнь, ощущать себя полезным, ощущать себя вдохновляющим других людей, ощущать себя отцом и мужем. И это, мне кажется, примеры, которые дорогого стоят. Есть люди, на которых посмотришь и понимаешь, что уж со своими проблемами ты точно можешь разобраться. Не плюнуть на них, потому что есть расхожая формулировка. Ну, у людей такие проблемы, что это значит? Тоже способ бесценивания себя, кстати. – Что мои проблемы? – Да, у детей такие страшные проблемы, на мои вообще наплевать. Да не наплевать. Нельзя плевать на собственные проблемы, ты плюёшь на себя, в общем, в результате. Мне кажется, любая проблема заслуживает внимания и перерыва. Это и есть уважение к себе. Если ты видишь проблему в своих детях, не игнорируй её, потому что это уважение к твоим детям, помощь в преодолении. И уж тем более с самим собой. Не отмахивай своих проблем, потому что они всё равно тебя так или иначе настигнут. – Но ведь, опять же, всё с одной стороны познаётся в сравнении, а с другой стороны мы на свои проблемы смотрим своими глазами. И, соответственно, мы можем, конечно, говорить о проблемах мира, и, безусловно, можем найти там кого-то, кому труднее, чем нам. Но мы ведь в этот момент смотрим на свои проблемы. И, соответственно, их обесценивая, мы тоже что-то теряем, наверное. – Если мы возьмём ещё одно слово, однокоренное, со словом обесценивание, переоценка. У нас в жизни у всех периодически, в этот момент, когда мы вдруг переоцениваем … – Свои ценности. – Всё, что вообще с нами происходило, пересматриваем свою жизнь, мы вдруг начинаем понимать, что то, что когда-то было значимым, незначимым, то, что казалось, что он незначительным, на самом деле имеет смысл, имеет огромное значение в нашей жизни. Поэтому я думаю, что переоценка периодически приходит в жизнь каждого человека. Человек, переоценивая, пересматривая свой опыт из себя, начинает себя глубже, чтобы по-новому осознавать. И это тоже какой-то новый этап его жизни. То есть, наверное, мы никогда не уйдём вот этого ощущения цены. Хотя говорят, что вот эти оценочные осуждения – это плохо. И, наверное, правда, когда мы о ком-то разговариваем, если не наш подчинённый или коллега, в плане оценки, что он из себя представляет. – Мы же говорим, интересный человек для нас или неинтересный. Это тоже субъективная. – Например. – Ценовая, кстати, оценка. – Ну, а цены, что группа, говорит, сводится к тому, ты плохой или ты хороший. Ну, мне кажется, это то, от чего точно стоит уходить. Потому что если хочешь кому-то раздавать ярлыки плохой или хороший, немедленно иди к зеркалу. – Ну, если мы воспринимаем человека в контексте, интересен он для нас или нет, то это допустимо. Ведь есть люди, с которыми нам, опять же, субъективно неинтересно. И другой вопрос – нужно ли поддерживать эти отношения, если они никого не обогащают. – Мы воспринимаем человека с точки зрения, интересен ли он нам. Это мы сами себе говорим. Это мы не говорим ему, ты никто. – Мы просто понимаем, хотим ли мы с ним продолжать общение или нет. – Да, мы для себя оценим. Наш-то человек, не наш человек. Хочется какой-то близости, это не хочется. Но это с собой. Кто-то человеку говоришь, ты плохой, ты жалкий, ты недостойный и так далее, и так далее. В этот момент ты, конечно же, включаешь механизм обесценивание. И, конечно, стоит присмотреться к себе, зачем ты это делаешь. – Ну что ж, на этом мы сегодня завершим программу. Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр, работал в студии. Меня зовут Вадим Родионов. Я с вами не прощаюсь. После шести часов мы встретимся в программе «Вечерный интерактив» и поговорим сегодня о заявлении Артиса Пабрикса, министра обороны, который заявил, что легионеры в Аф-НСС являются гордостью латышского народа и государства. Так что оставайтесь с нами. Ариэль, мы говорим спасибо и до следующего дня. – Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok